Великой Победе уже 74 года. В рамках этого события в городе Ош были награждены ветераны Великой Отечественной войны. Им были вручены со стороны градоначальства денежные и другие награды. О ветеранах Великой Отечественной войны, которые с 1941 по 1945 годы кровью боролись за будущее народа, подробнее расскажет Айзада Урунбаева. Великой Отечественной войны Джулдуш Баядаев 18 лет был призван на фронт и изначально прошел предвоенную подготовку в 79-м гвардейском мотострелковом полку. Мы должны уничтожить приближающийся танк. Когда танк близится к окопу, солдаты должны были по одной-две гранаты уже держать в руках. И мы постепенно, тихо подходили к танкам и уничтожали их. Джулдуш Баядаев, будучи на фронте, был ранен в правую ногу. И несмотря на рану, он продолжал служить советской армии на протяжении трех лет. На войне против фашистов не было пути назад, потому что за спиной Родина. Гонитесь за ними до самого вражеского тыла и уничтожьте. Не шагу назад, там за одним шагом Москва, говорили нам постоянно. Чтобы мы не теряли духа, чтобы мы сражались хорошо. В честь 9 мая, Дня Победы, Джулдуш Баядаева навестил и мэр города Ож и поздравил его с наступающим праздником. Александр Гусаков был призван в армию в 1944 году, когда ему было всего 16. А до этого он прошел подготовку в взрывных делах. Градоначальство вручило подарки и этому участнику Великой Отечественной войны. Да я рад увидеть такого парня, потому что и руку пожать ему. Успеху пожелать-то, понимаешь. В подготовке к войне вручали бинокль, лошадка была, разведчик. Разведчик не настоящий, а артиллерийский разведчик. Что это такое? Артиллерия находится сзади 3-4 километра. Ты в передовом охранном порте наблюдаешь за противником. Где танки, где пулеметы расположены, где воинские части. Не передаешь по связи. В настоящее время в городе Ош есть 7 участников Великой Отечественной войны и 19 ветеранов тыла. Муниципалитет в преддверии праздника еще раз навестила их. Каждому из них из местного бюджета предусмотрено по 10 тысяч. Кроме того, ветеранам тыла мы выдаем по 3 тысячи сомов. Также каждому из них мы вручаем подарки. Печально то, что ветеранов, которые боролись за открытое небо, за мир, рискуя жизнью, становится с каждым годом меньше. Именно поэтому важно уделять им внимание не только по праздникам, а как можно чаще, ведь они наши герои. Мы навещаем наших ветеранов регулярно, не только 9 мая. Стараемся помочь, ведь это наша обязанность. Кроме того, они сами рассказывают о своих проблемах, о том, что им нужно. Мы же в свою очередь стараемся выполнить их просьбы, помогаем им, составив свой план. Ну а торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Дня Победы в городе Ож, традиционно состоится 9 мая на Центральной площади. Айзада Урумбаева, Кенчибек Максатулу, Пирамида, Ожская область.